Здравствуйте! В эфире телеканала Алматы Новости. В студии Дина Жанабекова и моя коллега Болбол Калнур-Казе. А сейчас коротко о главном к этому часу. Трагедия в Таразе. Члены одной семьи погибли в огне. Что стало причиной пожара? Об этом в начале выпуска. В аэропорту и ЖД вокзалах Алматы все еще сохраняется режим усиленного санитарного контроля. Что нужно знать пассажирам, чтобы не оказаться в изоляции? За месяц в город прибыло более 35 тысяч человек. Новая жизнь и новые возможности. В Алматы заключенным заменяют меру пресечения на общественные работы. На одном из субботников с участием осужденных побывал Роман Нощенко. С 2015 года в судебной практике применяется наказание в виде принудительного труда. Начинаем выпуск с трагедии в Таразе. Там в результате пожара погибли трое членов одной семьи. Инцидент произошел этим утром. В момент прибытия пожарной бригады открытым пламенем горела жилая постройка. Огонь тушили силами 21 огнеборца с помощью пяти единиц техники. Локализовать пожар удалось лишь спустя час. По предварительным данным пожилая женщина и ее сын 1960 года рождения отравились продуктами горения. А вот внук, который жил в летней кухне по соседству, пытаясь спасти родственников, также отравился угарным газом и скончался на месте до прибытия пожарных. С 6 ноября 2020 года в 03 часа 26 минут поступило сообщение о пожаре по городу Тараз, улица Третий переулок, Валиханово, дом 54. Частное строение, дом из саманных кирпичей, крыша шиферная по деревянной обрешетке на месте. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров. Уже не водитель, еще не дворник. Вакмолинской области к общественным работам привлекли осужденных за езду в пьяном виде, употребление наркотиков, а также хулиганство. Таких правонарушителей не изолируют от общества, а применяют наказание в виде принудительного труда. По сведениям областной службы пробации, с начала года осужденных насчитывалось 176 человек. Сейчас всего 29 задействованы в общественно полезных работах. Масштаб уборки и часы отработки на объектах определяются местным акиматом. Накануне глава государства Касым Жамар-Токаев на расширенном заседании коллегии МВД уделил особое внимание вопросу применения наказаний, исключающих лишение свободы. Тем временем в Алматы снижается число осужденных, которые находятся на пробационном контроле. Освободившись из мест заключения, они обязаны регулярно отмечаться в полиции. Также их еженедельно привлекают к общественным работам. На одном из локальных субботников на Урусбайском районе с участием заключенных побывал и наш корреспондент Роман Нощенко. С 2015 года в судебной практике применяется наказание в виде принудительного труда за кражу, мошенничество, хулиганство и хранение наркотиков в 100 часам ежегодно. Только в Наурсбайском районе таких граждан насчитывается 35 человек. Эти молодые люди, которые занимаются уборкой городских улиц, были осуждены за уголовные правонарушения. Но многих из них помиловали, изменив меру пресечения без изоляции от общества. Взамен осужденных раз в неделю задействуют в общественных работах. Отнюдь не только в воспитательных целях, а для того, чтобы после освобождения каждый из них смог трудоустроиться и адаптироваться в обществе. В этом им помогают Центр занятости и Акимат города, предоставляя различные вакансии в сфере услуг. К примеру, Берик, в прошлом осужденный за неумышленное убийство, смог устроиться электриком. В моем случае это 106-3, это нанесение тяжких телесных повреждений, повлеченных смерть по неосторожности. 8 лет общего режима. Акт милосердия, как говорит наш президент, выпускает людей, чтобы не просто там сидели, проедали, а помогали своим семьям, помогали обществу, исправлялись. Но бывают случаи, когда людей, преступивших закон, могут направить на исправительные трудовые работы прямо из зала суда. Все зависит от степени тяжести совершенного преступления. Подметая улицы, обрезая деревья и не только, осужденные во многом помогают коммунальщикам в благоустройстве города. А за счет этого снижаются и расходы местного бюджета. Здесь привлечены 20 человек с отдела провации и 12 человек коммунальных служб. Чисто нигде убирают, а где не ссорят. Девиз нашей программы. Общественные работы для осужденных в Казахстане внедрили на основе опыта других развитых стран, ну и по рекомендациям международных и национальных неправительственных правозащитных организаций. В аэропорту и на железнодорожных вокзалах Алматы все еще сохраняется режим усиленного санитарно-эпидемиологического контроля. У всех прибывающих проверяют наличие ПЦР-теста. В случае его отсутствия иностранцев депортируют. Казахстанцам же придется сдать анализы и переждать результаты в карантинных стационарах. Сколько пассажиров с симптомами COVID-19 удалось обнаружить благодаря санитарному заслону, расскажет Айдан Анураш. В аэропорт Алматы только за месяц прибыло более 200 международных рейсов. У 4000 пассажиров не оказалось на руках результатов ПЦР. Все они, по сути, потенциальные заносчики коварной инфекции. Поэтому в город их пропустят только после того, как станут известны результаты анализов. Ждать их придется в стационаре. Меры хоть жесткие, но вполне оправданные. Благодаря фильтрации выявлено 34 пассажира больных коронавирусом. Несложно догадаться, что произойдет, если они беспрепятственно пройдут санитарный контроль и окажутся на территории мегаполиса. В случае отсутствия у иностранных граждан ПЦР-теста мы их депортируем. Им въезд в город строго запрещен. За месяц в город прибыло более 35 тысяч человек. У 4175 прибывших казахстанцев не было ПЦР-теста. Тех, у кого был обнаружен ковид, мы направили в инфекционную больницу. Все, кто входит в здание воздушной гавани, должны быть в масках. Сотрудники аэропорта в обязательном порядке проверяют у них температуру. При обнаружении симптомов ОРВИ пассажиров тут же изолируют в специально оборудованную комнату. Аналогичная ситуация на железнодорожных вокзалах. Количество поездов заметно сократили. Если прошлым летом курсировал 21 поезд, то сейчас только 12, а количество пассажиров сократилось в 2,5 раза. У пассажиров, которые приезжают с Усть-Каменогорской семьи, мы запрашиваем ПЦР-тесты. Если у пассажира высокая температура, его тут же отправляем в медпункт. Строго контролируем мы своих сотрудников на предмет соблюдения санитарных правил. К вышеупомянутым регионам внимание особое. Там сейчас наблюдается рост заражения коронавирусом. Суточный прирост инфицированных коронавирусом в Казахстане снова увеличился. Только за 24 часа в стране зафиксирован 591 случаи заболевания. Почти половина из них – 250 фактов обнаружены в Восточно-Казахстанской области. Таким образом, общее число заболевших приблизилось к 115 тысячам человек. На севере республики эпид ситуация продолжает ухудшаться. На фоне этого еще в одной области – Костанайская – решено ужесточить карантин. С 9 ноября по всему периметру Костаная на две недели установят блокпосты. В список ограничительных мер также вошло сокращение графика работы общественного транспорта до 9 вечера. Также продовольственных магазинов до 9 вечера. И объекты общественного питания также будут работать по упрощенному и сокращенному режиму. Кроме того, в городе запрещена деятельность театров и кинотеатров. Горожанам не разрешается передвигаться на улице с 9 вечера до 6 утра. А 80% сотрудников госучреждений переведут на дистанционку. Тем временем из-за рубежа продолжают прибивать пассажиры без справок о ПЦР-тестировании. К примеру, только в Алматы из 947 прилетевших 68 не предоставили справок об отрицательном ПЦР-тестировании. Все они помещены в карантинные стационары. Между тем, эпидобстановка в мире продолжает ухудшаться. Число зараженных превысило уже 49 миллионов. Пятерки лидеров остаются США, Индия, Бразилия и Франция. Власти Китая, откуда коронавирус и начал свое шествие, опять вводят ограничения на въезд в страну для граждан, в частности, граждане Британии, Бельгии и для приезжающих из США, Франции, Германии, Австралии, Сингапура и Японии. Для них действуют особо жесткие правила прохождения тестов на COVID-19. А вот в Дании из-за мутировавшего коронавируса уничтожат 15 миллионов норок. ВОЗ призвали провести всестороннее расследование в связи со вспышкой COVID-19 на фермах. В организации заявили, что возникшая ситуация ставит под угрозу другие зоофермы Европы. В США третий день подряд проходят протесты сторонников кандидатов в президенты. Результатами выборов недовольны как демократы, так и республиканцы. По состоянию на сегодняшнее утро Джо Байден записал в свой актив 264 голоса выборщиков, а его соперник пока действующий президент Дональд Трамп 214. Для победы, напомню, кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 голосов выборщиков. Согласно подсчетам, Байден лидирует в Аризоне, Висконсине и Мичигане, тогда как Трамп побеждает во Флориде, а также опережает своего оппонента в Северной Каролине. Окончательные итоги выборов станут известны только спустя несколько дней, поскольку властям штатов нужно подсчитать все вюллетени, в том числе полученные по почте. Каждый кандидат уже заявил, что голосование складывается в его пользу. Мировые эксперты и политологи тем временем окрестили нынешнюю борьбу за Белый дом самой скандальной за всю историю выборов в США. И в завершении в Алматы растет количество зараженных коронавирусом. В связи с этим соблюдайте масочный режим и социальное дистанцирование. Такие меры предосторожности позволят предотвратить распространение коронавируса. Я Дина Жанабекова. Благодарю вас за внимание. Не пропустите итоговые новости в 19.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова